Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники Иркутска и Иркутской области! И даже сейчас, осенью и зимой, для многих из нас дача, как и прежде, остается убежищем от сутолоки и суеты, задымленности бензиновыми выхлопами городов, важнейшим элементом и символом современного российского быта, что для нас дача. Это воскресный отдых за городом, а то и целый отпуск. Дачный урожай – это экологично, экономично и, главное, с любовью. Морковь – это очень простой и доступный для нас овощ. И мы используем в приготовлении различных блюд практически ежедневно, поскольку мы все знаем, что в моркови содержится много витаминов, много микроэлементов, и вообще морковь, она просто полезна для нашего здоровья. Возьмем вот такую вот морковку, немножечко сейчас, после этого придется мыть руки. Хорошая и красивая морковь. Приготовить маску из моркови достаточно просто. Просто вы должны учитывать свои желания, желаемый результат и также свой тип кожи. Я вам предлагаю сегодня приготовить лифтинговую маску. Для этого нам понадобится морковь, крахмал, сметана и теплая вода. Для начала мы натрем морковь на терке. Если у меня получится, я натру на мелкой, и если нет, то можно на крупной. Получается. Чем меньше морковь, тем удобнее будет ее распределять на поверхности кожи. Так, нам нужно примерно столовую ложку. Где-то вот уже у меня получилось. Теперь смотрите, что мы с вами делаем дальше. Берем чашечку. Для начала чайную ложечку с горкой. Так, посмотрим, если что, добавим. И тихонечко наливаем теплую водичку. А делаем мы это для того, чтобы у нас получилась такая масса, как густой кисель. Да-да-да, вот крахмал расходится. Надо было это сделать сначала, а потом натереть морковку. Потому что вот если он постоит, будет вообще густой-густой кисель, который нам пригодится для приготовления в дальнейшем. Ну, мы немножко помешаем и добьемся желаемого результата. Сейчас мы добавим с вами натертую нашу морковь. Добросовестно все с терки возьмем. И готовую уже морковь. Получается все очень красиво. Крахмал разошелся. И теперь добавим еще где-то чайную ложку сметаны. И, наверное, все догадались, для чего я это делаю. Потому что мы все знаем, что морковь у нас дает красящий пигмент. И чтобы наше лицо не было оранжевым. Поэтому мы чуть-чуть ее подкислили. Ну, не красота ли получилась? Милые дамы, я очень часто вас предостерегаю от того, чтобы не наносили маску вокруг глаз. А вот это средство, полученное сегодня, вы можете легко нанести на область вокруг глаз. Потому что оно у нас получилось полезным и очень-очень щадящим. Готовую маску наносим на очищенную кожу лица на 15-20 минут. Затем смываем теплой водой. Эту маску можно делать столько раз, сколько вы хотите достичь желаемого результата. Здоровья, красоты, счастья вам, милые дамы! Редко в какой стране мира люди массово обладают зимними и летними жилищами. У европейцев, американцев, проживающих в частных домах за городом, как правило, нет квартир в мегаполисе. Дорого, невыгодно, да и просто не нужно. Но в России малогабаритное городское жилье как бы нарушно выталкивает уставших горожан в пригородную зону. Жить в городской квартире зимой и трудиться на шестисотках летом – таков традиционный образ жизни десятков миллионов россиян. И мы с вами в их числе. На дворе середина августа у многих садоводов-любителей уже отошлась земляника. Некоторые садоводы-любители собирают поздние сорта. Но есть сорта, которые на сегодняшний день прекрасно плодоносят, цветут и будут продолжать это плодоношение до заморозков, скажем так, до конца осени. Преимуществом этих сортов является то, что их можно выращивать как в открытом грунте, так и в закрытом. Это в парниках, в теплицах и в туннелях. И также их можно выращивать в горшках. Хочу познакомить вас с яркими представителями этих сортов. Один из них – это сорт «Фурор» голландской селекции. Чем мне нравится этот сорт? Он выдает очень крупную ягоду. Если сравнить по вкусу эти сорта с традиционными сортами, то, конечно, они маленечко уступают сладости, они уступают насыщенности вкуса. Когда в сентябре ты угощаешь этой ягодой кого-то, ее с удовольствием поедают не только ребятишки, но и взрослые. А вот такие сорта я называю «тружениками» за счет того, что они выдают такое обильное количество цветоносов. Ягода, как видите, зреет, цветет, наливается. Это сорт голландской селекции «Флоринг». Эта ягода подходит для заготовки, из нее прекрасно варится варенье, делаются джемы. Также мы ее перемалываем на блендере с сахаром и замораживаем. Чтобы земляника так цвела, первый цветоносок мне приходится обрывать. Это делается для того, чтобы растюшка нарастила корневую систему, нарастила листовую массу. И во второе плодоношение, которое наступает в августе, она вот так обильно цветет. Сорт «Вимарина» очень распространен у нас в Иркутске. Это тоже голландская селекция, выдают вот такую крупную ягоду. Первый начал подоносить у меня на участке. Сейчас уже начинается второе цветение. Выпускает уже очередные цветы, цветоносы, потому что уже здесь был сбор урожая, это уже повторное цветение идет. Сорт этот урожайный хорошо зимует. За счет этого популярен у нас в Иркутске. Эти сорта мы выращиваем в один год. Для того, чтобы мне на следующий год получить такой же изобильный урожай хороший, что я делаю? Я от этого растения, от маточника, беру, укореняю ус. При необходимости, если мне надо какое-то другое количество усиков, я укореняю их в стаканчики. Осенью, после того, как придут заморозки, как земляник отработает, этот куст мы удаляем. И на следующий год у меня начинают работать вот эти кустики, вот эти усики. Еще с одним сотом я вас хочу познакомить. Это сорт Кабрилла Американской селекции. Сорт Кабрилла Американской селекции. Этот сорт новинка на нашем участке. Мы получили в этом году его первый раз. Ягода с интересным вкусом. Чтобы сберечь урожай и собирать его в сентябре, для этого мы готовим туннели. Ставятся дуги. И сейчас начнутся перепады температур. Особенно ночные температуры будут понижаться, дневные будут понижаться. Для того, чтобы сохранить урожай и сохранить вкусовые качества, делают такие туннели. Сперва на ночь будут накрываться укрытым материалом. Впоследствии, когда уже начнутся такие заморозки, будут накрываться еще и пленкой. Тем самым мы продлеваем срок полонношения ягоды. Если выращивать эти сорта в теплице, то можно получать урожай до ноября месяца. А сейчас я вам покажу способ, как можно получить землянику к новогоднему столу. Я могу показать, как это можно сделать. Даже сейчас вы можете выкопать этот куст большим комом и посадить его в ведерко. В сентябре вы можете ведерко-то занести домой и, создав при этом определенные условия, это подсветку, подкормку, я думаю, вы спокойно вырастите землянику к своему новогоднему столу. Но я сделал маленько по-другому. В мае месяце я посадил два растения, вот такой цветочный горшок, 10-литровый. И что у меня получилось? На сегодняшний день эта ягода вот так плодоносит. Вот такие ягоды. Это сок мурана итальянской селекции. Как видите, ягода красивая, вся правильная форма. Мало того, что сам куст плодоносит, у него еще все усы, которые он выпустил, цветут и плодоносят. То есть, получается, и куст работает, и все усы на ягоде. Я точно уверен, что у меня на новогоднем столе будет крупная, хорошая ягода. Давно ушли в прошлые времена, когда слово «дачник» означало всего лишь человека, снимавшего дачу на лето и приятно проводившего на ней время. Сегодня дачники – большинство населения страны. У каждого третьего есть свой дом, у каждого второго – участок земли. Еще в 80-е годы власти страны смогли оценить важность такого амортизатора социального напряжения, как садоводство и огородничество. Люди заняты на свежем воздухе и в определенной степени обеспечивают сами свой продуктовый запас. Зимой тоже хочется немножко витаминов, поэтому я окружила себя лимонами, каламандинами и срываем их по мере созревания. Получается, практически весь зимний период у нас есть витаминная продукция. А почему бы и нет? В данном случае я вам показываю лимон иркутский. Это крупноплодное растение. Плоды достигают 800 граммов. В данный момент они летом были в начале лета совсем маленькими и очень хорошо набрали массу. Как видите, на одном растении их около десятка штук. И здесь, и вот тут тоже вот такие они крупные, хорошие. Надо сказать, что павловский лимон повкуснее, он очень ароматный и ломтиками его очень приятно кушать. А иркутский мы просто блендером измельчаем и пьем с чаем. Замечательно, вкусно, рекомендую. Каламандин. Для многих это редкое растение. Хотя в магазинах нередко можно увидеть очень эффектные, много-много плодов, взращенные на минеральных удобрениях. А у меня умеренное количество плодов, но тоже бывает очень много, когда хорошее питание, хорошее освещение. И в данном случае вы видите и цветы, и плоды, правда, еще не зрелые, еще не налились. Вообще они массой до 50 граммов. Вполне приятные, кожица у них очень сладкая, а мякоть, наоборот, с кислинкой. Но в смеси с сухофруктами, если я готовлю витаминную такую кашицу. Или также с чаем. Очень приятно и полезно его кушать. Каламандин я размножаю прививкой. Хотя его тоже и укоренять, как лимон, можно черенками. Растение быстро достаточно растет, и уже через полтора года можно увидеть первое цветение. Ежегодно в начале лета, как минует заморозки, я выношу их, все растения, в полутень, в сень деревьев. И там они, как видите, прекрасно себя чувствуют. Агротехника цитрусовых несложная. Сажаем в рыхлую, плодородную почву. Я использую компост в смеси с песком. Корни легко дышат. Горшок не слишком большой. Всегда его меняем по мере роста. То есть не надо сразу сажать в большой горшок. Потому что растение будет набирать массу и не будет обильно плодоносить. Оно будет хорошо себя чувствовать, вегетировать. А плодоносит растение тогда, когда ему немножечко стесненные условия. Но в то же время мы не забываем о том, что на огольной воде и почве плодоношение не будет таким обильным, если мы не будем поливать его компостным чаем. Практически раз в 10 дней я добавляю зимой чуточку комплексного минерального удобрения при поливе. А летом использую компостные чаи. Лимоны хорошо плодоносят у меня на некотором удалении от солнечных окошек. Не думаю, что и на северной стороне они прекратят плодоношение. У меня есть такие растения взращивания. Освещение добавочное весной я использую, а в течение зимы практически нет. Достаточно окошек. Бывает, что 12 плодов одновременно созревает на одном растении. В возрасте 4 года ему было, тому деревцу. Этим растениям практически они ровесники около 5 лет им. Одновременно сейчас 4 и здесь 7 плодов. Хороший урожай. После весеннего цветения, вот к Новому году мы их и будем кушать. Масса плода у меня достигала 800 граммов. Хочу добавить, что во время цветения аромат наполняет всю мою комнату. Это чудесное растение. Я считаю, что лимон в доме просто необходимо выращивать. Лимон очень любит влажную атмосферу. И поэтому вот сейчас я занесу его домой. И если стану топить печь, начнется небольшой листопад. Потом растение адаптируется, листопад прекратится. А вот в сухой квартире, в городских условиях, благоустроенной, там немножко сложнее. Поэтому необходимо опрыскивать как можно чаще. Помещать в те условия, где ему немножко более влажно. То есть не на южное окно, а на северное. Всем, кто любит сад, огород, выращивание лимона не составит большого труда, а добавит много положительных эмоций. Слово «дача» в значении загородного дома для отдыха стало употребляться только в XIX веке. В то время она еще не выполняла функции подсобного хозяйства. Однако Чехов отмечал, до сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще и дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, лет через 20 дачник размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, что он займется хозяйством. Сегодня эти слова стали реальностью. Ну а чай? Если его пьешь, до 100 лет проживешь. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, сегодня говорят так, что чай – это дело интимное, и с кем попало, его не пью. Я не знаю, можно ли назвать наши чаи чаями. Может быть, это все-таки взвары, потому что в основном они ягодные. А еще какие будем пробовать чаи сегодня с вами? Вот следующий чай – это чай из красной рябины. Этот чай, он такой маленько терпкий и горьковатый. Нам горечи вообще тоже не хватает на столе. И вот этот чай как раз позволяет, чтобы горечь была, присутствовала у нас в питании. Но он тоже очень полезный. А потом все познается в сравнении, правда? Ну да. Я встретила одного человека, он говорит, вот мы в тайге когда были, мы собирали красную рябину, и ее перетирали с сахаром. Ну мы можем и с медом, если кто-то сахар совсем не воспринимает, или ему не хочется, или не нужно кушать, то можно с медом перетирать. И он говорит, вот берешь на бутерброд, мажешь и никакой простуды. Потому что в рябине, да, потому что в рябине очень много всего полезного. И там действительно очень много микроэлементов. То есть то, что мы покупаем зимой, непонятно какие фрукты. Непонятно какие витамины. Да, непонятно какие витамины. Они не дают этой возможности иммунитету быть сильным. А вот наши ягоды, которые есть, то есть рябину, вот мы тоже часть рябины заморозили, можно ее сразу перекрутить и с сахаром сделать. Либо говорю, что с медом, я обычно делаю с медом, либо сейчас вот есть еще такой, такой сироп, как сироп топинамбуро или сироп цикория, который заменяет. Да, вот тоже иногда его используем. То вот замечательный такой чай. А можно как чай? То есть вы вечером, каким образом я делаю? Вот чувствуете, да, маленькую горечь? Очень интересный вкус. Крепковатый, терпковатый. Ну, вкус описать достаточно сложно, я вам скажу. Давайте сразу же, наверное, тогда вот этот еще чай попробуем. Это вот черноплодная рябина, арония. Они же все-таки близкие. Рябина, арония должна быть, наверное, в каждой семье, потому что мы с вами живем в условиях, когда нам не хватает йода. И именно черноплодной рябине его очень-очень много. Чтобы быть здоровым, надо вырастить рябину и потом ее правильно приготовить. Замечательно. Видите, какой цвет у нее красивый. И вот эти ягодки, они тоже все съедаются. Вот можете взять ложечку и попробовать, какая ягода вкусная, потому что она напаривается. Ну, и вкус у нее тоже такой интересный. Да, чаев сегодня в моем рябине очень много. И каждый из них вкусен по-особенному. Сыночка у меня когда был маленький совсем, я помню, на даче прибежала. Ему там было, наверное, годика, я не знаю сколько, годика два, наверное, или два с половиной. Вижу, что у него весь рот черный. Я так же с земли наелся, его умыла. Он опять убежал. Опять прибегает, опять. Да что такое? Потом давай смотреть. Такого он, оказывается, горстями эту черноплодную рябину. То есть что-то не хватало. Человек же всегда сам чувствует. Особенно ребенок маленький. И вот он ее черноплодку, эту горстями ел прямо вот. Ел, его так вот заталкивал, ел, ел. Вот несколько лет он так это делал. Ну, а потом как-то у него это прошло. Ну, сейчас чай иногда пьет. Но черный, зеленый, он не пьет чаи, а вот такие ягодные он может иногда выпить. Ему нравятся такие чаи. Взвары, наверное, вот так они назывались у нас раньше на Руси. Ну, что еще? Еще вот этот вот чай, про который я вам рассказывала. Из мелких-мелких яблочек. Это яблочки-дички. Это наша самая кладезь витаминов. Я уже говорила, да, 5 вкусов. Да. Кроме соленого все вкусы есть. Честно говоря, на дачах такие яблочки встречаются теперь достаточно редко. Мы пришли более крупным, более красивым яблокам. Но если где-то есть, их стоит собрать. Да даже ранетки. Даже ранетки можно насушить и вот таким вот образом делать. Вы тоже, если добавите немножко сладости, то будет как будто компотик. Но я вот хочу, чтобы вы чистый попробовали чайок. Ну, спасибо. С элегантной кислинкой. Наверное, хорошо удаляет жажду. Наверное. Потому что он вкусен и холодный, и теплый. Горячий чай. Ну, а самое главное, конечно, вот эти полезные свойства, которые он отдает, это, конечно, кладезь. И у нас еще остался один чай, черный-черный. Это что? Это чага. Я думаю, что многие знают. Это наши друзья, которые вот ходят по лесу, они нам привозят и дарят буквально. Это гриб такой, который растет. Гриб, правило, на дереве. Да, да, да. Этот чай, чем он удивительный, то, что его заваривать можно многочислено, в общем, сколько угодно раз. Вы его заварили. Одну и ту же вот. Одну и ту же, да, штучку. Вы добавляете туда кипяток, ничего не выливаете. То есть полгода, год. Да. Да, то есть чага вот этим, она примечательна. Почему? Потому что в ней настолько много каких-то тоже там веществ, которые не дают портиться ничему. И очень сильно повышают иммунитет. Своеобразный природный консервант, если я не ошибаюсь. Иммунитет поднимают очень сильно. И поэтому вот для людей, которые больны там, ну, не дай бог, раком или еще чем-то, они прямо спасаются вот этой вот штукой, чтобы поднимать иммунитет, особенно после химиотерапии. Но вообще вот многие люди, за место того, чтобы пить черный чай, они пьют вот эту чагу и очень довольны этим. Какое великолепное разнообразие вкусов. Потрясающие чаи, которые здесь рядом с нами. Практически ничего не стоит собрать аронию. Ранет, рябину, жасмин и пить удивительные чаи. Жень, а вот я хочу сказать о том, что говорят, что свежий чай – это лекарство, а чай, который постоял, это уже яд. Вот к чаге это не имеет никакого отношения? Видимо, да, не имеет никакого отношения. Я не знаю, как насчет чаев черных. Я знаю, что раньше на Руси всегда пили копорский чай, да? Чай из Иван-чая. Да-да-да. Копорский чай мы тоже его делаем немножко, правда, не ферментируем. Я больше люблю его неферментированный чай. И есть такая информация, что раньше копорского чая на экспорт отправляли гораздо больше, чем пушнины. А сейчас мы почему-то индийский, китайский чай завозим. Надеемся, очень много сейчас людей, которые восстанавливают эти традиции. Я очень надеюсь, что наш копорский чай опять станет таким знаменитым на весь мир, потому что он, правда, удивительно вкусный. Но я его вообще люблю, когда он вообще зеленый. Прямо вот с этими голубыми цветочками, к сожалению, здесь он сейчас не представлен. Но когда его завариваешь, это вкус лета. Это прямо вкус лета. Но в следующий раз мы его тоже попьем. Обязательно. Замечательно, уважаемые дачники. У нас есть все самое лучшее. Рядом с нашим садовым участком. Или прямо на садовом участке. Я очень надеюсь, что чай, которые мы сегодня вкушали, вам понравятся. Пробуйте, миксуйте. И это ваше здоровье. А я хочу заострить ваше внимание, что все ягодные чаи запариваются горячей водой в термосе и готовы только часа через три. Можно перемолоть сушеные ягоды на кофемолке и сразу заваривать, как обычный чай. А сейчас, пожалуйста, запишите или запомните очень хороший рецепт, причем на каждый день. Берем день тщательно, очищаем его от жадности, зависти, огорчений, эгоизма, упрямства и равнодушия. Добавляем несколько полных, можно сверху, больших ложек оптимизма. Добавляем веры, ложечку терпения, щепотку вежливости и порядочности. Все это заливаем любовью до краев. Готовое блюдо украшаем лепестками цветов доброты и внимания. Подается с гарниром из теплых слов и сердечных улыбок. Будьте счастливы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»